Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». В этот день мы рассказываем вам об основных событиях, которые произошли в XX веке. Меня зовут Александр Шубин. Тема сегодняшней программы – «Маудзе Дум» и «Поход Красной Армии». В конце 20-х годов над Китаем стала всходить звезда нового коммунистического лидера – Маудзе Дуна. Еще в 1921 году Мау принял участие в создании Компартии Китая. Но затем он в основном занимался работой с крестьянами. Дело в том, что Мау был учителем и очень хорошо, доходчиво умел объяснять крестьянам, в чем заключается суть коммунистической идеи. Что такое для них справедливость, почему нужно переделить землю, раздать ее крестьянам, как организовать новое государство, вышвырнуть из Китая буржуазию империалистов. Все это у него получалось очень хорошо. А в руководстве коммунистической партии заправляли другие люди. Но в 1927 году лидер Гаминьдана Чан Кайши нанес жестокое поражение коммунистам, разгромил их городские организации, и центр борьбы коммунистов переместился в деревню, как раз туда, где Маудзе Дун чувствовал себя, как рыба в воде. Осенью 1927 года Маудзе Дун поднял в своей родной провинции Хунань так называемое восстание осеннего урожая. Но восстание-то потерпело неудачу, так же, как и другие коммунистические восстания этого времени. И, казалось бы, коммунистам просто в Китае не остается никаких перспектив. Однако Маудзе Дун с остатками разбитых своих отрядов ушел в горы, договорился здесь с местными полубандитскими формированиями крестьянскими и создал целый район, который гаминьдановцами не контролировался. Здесь Маудзе Дун установил советскую власть. И вообще все устраивал, как в Советском Союзе. Свой Совнарком, Центральный Исполнительный Комитет, партийная организация. Сначала все это было ему подотчетно. В советском районе, в горах Динганшани, Маудзе Дун создал как бы маленький Советский Союз. Крестьян освободили от гнета ростовщиков, зажиточных крестьян, помещиков. Но, с другой стороны, они платили большие налоги на нужды Красной Армии, которая отбивалась от гаминьдана. Долгое время Чанг Кайши не мог заняться Маудзе Дуном и его этими советскими районами, потому что ему угрожали японцы. Но, в конце концов, в 1934 году гаминьдан сосредоточил против советских районов Китая 100-тысячную армию, которая пошла на горы и выбила красных повстанцев из этого советского района. Казалось снова, дело Маудзе Дуна, дело коммунистов разгромлено. Но нет. Маудзе Дун и руководитель Красной Армии Джуде решили уйти из этих мест и скрыться в горах, перейти в совершенно другие районы Китая, как бы их не преследовали гаминьдановцы. В итоге начался Великий Поход Красной Армии. Действительно был Великий Поход на тысячи километров. Сначала повстанцы ушли далеко на запад, в горы, почти в предгорье Тибета. Они взошли на 4000 метров. Никакая гаминьдановская армия не могла их там преследовать. Они шли в голодных районах, потому что здесь не было крестьян, которые могли бы их кормить. Они шли через горное плато, через болото. Лошади пропадали в этих болотах, тонули, тонули иногда и люди. Часть бойцов умерла от голода. Но зато все эти трудности привели к успеху. В конце концов, далеко на северо-западе Красная Армия спустилась с гор в более все-таки богатые районы, где не было гаминьдановцев. И здесь им удалось создать новый освобожденный район, новый советский район. Все это время, пока продолжался этот Великий Северный Поход Красной Армии, Мао Цзэдуну приходилось все время заниматься и политическими интригами. То боями, то политическими интригами. Потому что вместе с ним шли и руководители Компартии Китая, в том числе присланные из далекой Москвы к Минтернам. И они были в недоумении, почему они должны слушаться этого Мао Цзэдуна, который все время ведет армию в какие-то голодные места, на верную гибель. Может быть, надо самим поруководить. Но в конце концов Мао Цзэдун решил с ними поделить власть. Он сказал, ну, давайте так, эту колонну я поведу, а эту колонну поведете вы. И так получилось, что колонна, которую вел другой коммунистический лидер Джан Го Тао, потерпела неудачу. И авторитет Мао Цзэдуна вырос еще сильнее. В это время Мао Цзэдун писал стихи, в том числе посвященные этим событиям. Там под красно-желтым небом, в вихре снега и дождя, героическое войско прорвалось в Шан-Си-Нин-Ся. Шан-Си-Нин-Ся – это провинции, в которых был создан новый район, как говорили, освобожденный район Китая, советский район Китая, в котором Мао Цзэдун установил вот эти свои советские, как он говорил, порядки. На самом деле, конечно, это была его личная диктатура. Опираясь на свой авторитет среди крестьян, которые чувствовали в нем уже, видели в нем Бога настоящего, который прошел через горы, по существу спустился с неба и установил здесь новые порядки, вот опираясь на этот свой авторитет, Мао Цзэдун провел чистку против своих конкурентов в коммунистическом движении и стал единоличным лидером коммунистической партии Китая. КОНЕЦ